друзья всем привет значит перед данным видео перед обзором я бы хотел воспользоваться ситуацией и немного себя прорекламировать скажем так что у меня есть несколько соц сетей на сегодняшний момент это youtube был instagram группа века яндекс дзен и сейчас я завел телеграм а теперь о них немножко поподробнее значит instagram скорее всего закрылся и навсегда ну официально скажем так youtube может закрыться там обычно видели мои видео с рыбалок отчеты обзоры и тому подобное теперь если это закроется вы меня можете найти в к группе это клуб дивера рыбалка с дивером в данной группе значит делаются отчеты мои с рыбалок и не только мои отчеты всех наших подписчиков желающих то кто хочет сделать отчет они делают в этой группе отчет на что поймана рыба где поймана рыба при каких условиях было поймана рыба то есть это не просто фотографии восхваляющие себя и своего трофея а именно полезные отчеты с рыбалка наших подписчиков скажем так дальше значит яндекс дзен яндекс дзен есть и видео и статьи на тему рыбалки так что канал тоже на самом деле полезен будет я думаю многим вот и доступ в яндекс дзен по моему просто элементарный то есть тоже подписывайтесь ссылки все оставлю в описании под видео теперь я завел еще телеграм-канал телеграм-канал это тоже как бы завел вместо инстаграм тут будет во первых значит всегда свежие новости с воды то есть куда-то я поехал на рыбалку тут же короче сделал посты в телеграм раньше делал инстаграм теперь буду делать в телеграм то есть самые свежие новости буду в телеграм дальше они пойдут уже в к группу видео пойдет дальше или в youtube если он останется и будет дублироваться в яндекс дзен вот так же в телеграме есть возможность делать и большие видео то есть в телеграме тоже возможно будут видео с воды то есть я после того как приехал смонтировал фильм и с вами поделился в телеграме я думаю тоже будет такое видео я просто не знаю как по качеству и как по просмотру допустим на большом мониторе с переводом его на большой монитор просто многие любят но в телефоне открыли перри перекинули значит в этот на телевизор вот поэтому буду дублировать везде в яндекс дзен в телеграме дальше в телеграме значит что то есть помимо отчетов и видео также будут еще какие-то другие полезные видео или статьи какие-то новости с рыбалок с других интересных каналов то есть в данный телеграм можно делать в данный телеграм-канал есть возможность делать репосты делать репосты ну грубо там скажем можно сделать репост ссылку непосредственно на магазин ссылку на вк группу какую-то ссылку на яндекс дзен какой-либо канала ссылку неважно на ссылку можно сделать почти ну на любой ресурс назовем это так Поэтому Телеграм на самом деле многими недооценен. И вот сейчас я в нем уже сколько месяц, наверное, веду канал, чуть меньше месяца, и понял, что тема довольно-таки интересная. Инстаграм был, ну скажем, как-то ужат, то есть в возможностях. Но особо... Многие просили ссылку, а ссылку как дать? Только в шапке канала? Ну и больше, по сути, никак. Или только в сторис можно было дать ссылку. В Телеграм можно дать ссылку непосредственно в чате, непосредственно в посте, которые, допустим, сделали пост о каких-то воблерах и дали ссылку, где приобрести, или, допустим, там, не знаю, там какую-то интересную ссылку на какой-то другой канал. То есть непосредственно ссылки, рабочие ссылки, с которыми можно поделиться. Все, друзья мои, не буду больше разглагольствовать и занимать у вас лишнее время, поэтому все ссылочки оставлю в описании, кому интересно. Значит, это ВК-группа, отчеты о рыбалке, это Яндекс.Дзен, там видео с рыбалкой, видеоотчеты, все мои видосы и текстовые какие-то статьи, и Телеграм. Вот на сегодняшний момент, наверное, это три такие вот железнобетонные, железнобетонные три моих ресурса, которые, допустим, не закроются точно. Ну и на сегодняшний момент еще Ютуб. Подписывайтесь тоже в Ютуб на всякий случай, потому что Ютуб у меня на сегодняшний момент основной. Это 25 тысяч человек, живых человек, которые смотрят, которым канал этот интересен. Так вот, наверное, больше обращаюсь даже к вам, ребята, кто на Ютубе. С Ютуба переходите, не стесняйтесь, в ВК-группу, в Телеграм и в Яндекс.Дзен. Это как бы резервные каналы, они живые, они постоянно чем-то пополняются, я их стараюсь вести, но если вдруг исчезнет Ютуб, мы будем все там. Все, друзья мои, а теперь обзор по приманкам, которые работают, отлично работают по 2-4 метрам. У меня основная масса обзоров, это приманки, наверное, все-таки больше трейлинговые, и с заглублением, ну, от 4 и до 10 метров. И многие подписчики, рыбаки спрашивают, Илья, а ты можешь сделать обзор, ты ловишь на приманке с заглублением, ну, скажем, до 4 метров? То есть, даже спрашивают, полтора метра, два метра с заглублением, там, трехметровые. Про троллинг мы сейчас имеем в виду, я не говорю, что сейчас про бросковую тему, а сейчас именно речь идет о троллинговых приманках. Так вот, многим я отвечаю, что, допустим, на глубине там полтора-два метра, я в основном, да я вообще никогда, в принципе, не троллингую на такой глубине, я ловлю в заброс. Ну, потому что считаю, что троллингом мы больше шугаем рыбу на такой глубине, и поэтому, ну, я лично ловлю на метровой, на двухметровой глубине, ну, только в заброс. То есть, я не вижу смысла туда выходить вообще троллингом. Туда доставить приманку, в принципе, элементарно, и поэтому, ну, в заброс имеется в виду, если мы ловим, то приманку доставить на двухметровую, на полутораметровую глубину, кастинговую приманку, воблер, вполне реально. И мы получаем довольно-таки хорошее удовольствие, даже, может быть, больше удовольствия получаем при ловле в заброс. А вот, скажем, глубины уже, скажем, 3-4 метра, то здесь, да, я ловлю троллингом, и есть определенный у меня арсенал, который я использую, и сейчас я попытаюсь вам его показать. Может быть, какие-то приманки подойдут и для полутораметровой глубины для вас. То есть, ловить наверняка там можно. Скорее всего, просто люди спрашивают, наверное, те, у кого реки, ну, скажем, с глубинами максимум 2-2,5 метра, а основное, наверное, русло метр-полтора. Возможно, там люди ловят троллингом на какие-то маленькие приманки с небольшим заглублением, и поэтому интересуются. Что-то, возможно, вы в этом обзоре себе и подберете. Но, повторюсь, на таких глубинах, я думаю, что интереснее ловить в заброс. Итак, сегодняшний обзор будет по приманкам с заглублением, ну, назовем это так, 2-4 метра. То есть, от 2 до 4 метров в этом диапазоне. Размеры приманок будут разные, начиная от маленьких и заканчивая 125, наверное, 125 миллиметров. То есть, где-то 12-сантиметровые, 11-сантиметровые маленькие совсем приманочки. Так вот, с чего бы начать? Наверное, давайте начнем, ну, давайте начнем вообще с маленьких приманок. Может быть, те как раз люди, которые вот интересовались совсем для каких-то маленьких глубин в уберочке, я попытаюсь сейчас, наверное, чтобы вас сильно не отвлекать, начну с этих приманок, а потом буду переходить уже на глубины, скажем, более глубокие. Так вот, как я уже говорил ранее, я не ловлю на таких глубинах, но есть приманки, которые можно использовать. То есть, у меня есть бросковые приманки, которые, в принципе, при троллинге держат, как говорится, струю, не вылетают и идут ровно. Их можно использовать и на глубинах 1,5 метра, и на глубинах 2-2,5 метра, до 3 метров. Вот, можно, я думаю, эти приманки заглубить. Опыт есть, мы ловили на озере Вселук. С них, наверное, и начну. Итак, наверное, самая такая вот приманочка, которая мне больше всего понравилась, это Hardcore Shad 60 SP. Это вот такой, значит, юзурик, маленький, 6-сантиметровый. Вот в этом цвете он отлично ловил рыбу на озере Вселук на глубине 2,5, наверное, 2-2,5 максимума было там, где-то ямки были при ямке 3-х метровой. Ловил разного хищника, попадался и жерех, судак, акушок попадался, значит, и щука, соответственно. Вот, цвета у меня разные есть. То есть, вот зеленый, наверное, у нас самый любимый. Есть вот такой вот под судачка, под какого-то такого, тоже неплохо ловит. Есть синенький, есть красненький, есть вот желтенький с розовым пузиком. Такой полупрозрачный. Вот, данные приманки отлично и летят, ими отлично ловить в заброс. У меня тоже есть видео где-то на канале YouTube, я там отлично ими ловил окуня в заброс. Приманки Suspender, они зависают в толще воды и, по-моему, медленно всплывают. Не медленно, то он там медленно всплывает. Вот, приманочки рекомендую. Это приманки, наверное, ну, скажем, одни из самых моих любимых. Из проверенных, скажем так. Так, есть вот такой юзурик, не помню, как его звать. Им я тоже ловлю в заброс, и он, в принципе, неплохо ловит окуня и щуку. Также его можно использовать и при троллинге. Может, сделаете скрин, найдете, как где-то... Не помню, как он называется, на нем не написано, не помню. Так, это вот моя вот такая маленькая коробочка, в которой как раз у меня лежат вот такие маленькие приманочки. Ну, коль я уже юзури, наверное, затронул, давайте, наверное, с юзури и начнем. Ну, то есть и продолжим с юзури. Так, тоже не помню, как называется, но это вот крэнк вот такой юзуриевский. У юзури много разных приманок, и причем порой они одинаково выглядят, а называются по-разному. Вот такой крэнк. Тоже отлично ловят и окуня, и щуку, и жереха, и головля. Вот такого цвета. Ну, лопаточка у них вот такая маленькая. Приманки, повторюсь, это у меня бросковые, но можно и ловил уже, допустим, на озере Вселук, на глубинах, повторяюсь, там 2,5 где-то метра. Так, что еще из юзуриков? Из юзуриков тоже такой же крэнк. Тоже он не маркирован. Приманка плавающая, но уже в более диповом исполнении. Это, друзья мои, маленькие приманочки. Что с маленькой лопаткой, что с большой лопаткой. Эти приманки 5-сантиметровые. Крэнки 5-сантиметров. Сюда сейчас буду выкладывать, чтобы они не мешались. Так, здесь у меня лежат еще раполовские приманочки. Начнем, наверное, с малышей. Это новинка, по-моему, 21-го года, если мне память не изменяет. Вот такие малыши. Shadow Wrap Fat Jack. Данная приманка, ну, по сути, универсальная. На нее отлично ловится и окунь, и щука, и белый хищник. Судака, значит, не слышал, чтобы на нее ловили. Но по окуню, по белому хищнику данная приманка отличная. Цвета есть разные. Я себе вот взял такой окунево-щучий вариант. Ну, кстати, может и головчик тоже в определенные моменты будет попадаться. Натуралочки. Есть еще у раполы тоже интересная приманочка. Если вот эта приманка называлась Fat Jack, то эта приманка называется Jack Deep 05. Она чуть побольше. И вот под такого вот малючка. Очень интересная. Тоже превосходно ловит, ну, почти любого хищника. Есть у раполы вот такая еще приманочка. Ну, я называю маленький танцор. Значит, это 5-сантиметровая приманка под названием Shed Dancer. Он прям реально вот как маленький танцорчик. Так, ну, из малышей, наверное, то, что у меня под рукой, наверное, вот все особо мне показать. Есть разные прибалтийские приманки, но я просто их не буду озвучивать, потому что я даже не знаю, возможно ли их сейчас купить. Это одни из очень старых моих приманок, которые лежат, значит, у меня в коробочках. Есть у Цуёки тоже интересные модели. Вот такого плана всякие диповые. Эта моделька называется Swing SD 36F. На черном фоне плохо видно. По-моему, Swing, да. Вот с такой лопаткой. На самом деле, вот эту приманку я брал для бросковой ловли, чтобы головля выманивать из каких-то приямков. То есть, не на перекатах ловить, а именно на каких-то глубоких местах. Отлично ловят и окуня, и головля. По судаку, по щуке ничего сказать не могу, но я думаю, щука тоже от него не откажется. А, вот еще что я прозевал. Это вот такой составничок, раполовский. Не помню, как называется. На нем, ну, если написано, то у меня зрение не позволяет разглядеть. Вот такой составничок. Тоже мне очень нравится его анимировать небольшим твичем. И, в принципе, при троллинге тоже идет неплохо. Вот такая вот интересная приманочка. А, это маленький, точно, это маленький... Это маленький шедраб. То есть, вот большой шедраб. А это маленький шедраб. Все, вспомнил. Чего же я туплю-то? Вот. Это маленький шедраб. По-моему... Сколько у него? Сейчас мы посмотрим. Ну, где-то 5 сантиметров. У них, по-моему, есть 5 сантиметровые, 6 сантиметровые... Ну, короче, не то от 4 сантиметров, не то от 5 сантиметров. Это вот 5 сантиметровые шедрабы. Отлично ловит и щуку, и, в принципе, белого хищника. Приманку можно вести как равномерно. Также, в принципе, и анимировать ее. Немножко, значит, подтвичивать. Ну, то, что у меня под рукой есть, вот я вам показал. Это самые маленькие приманки, наверное, которые у меня есть. Они хранятся вот в такой коробочке. Пытаюсь вот так вот тоже показать. Дальше, наверное, можно пообщаться уже о приманках, которые... которые, которые, которые... которые, наверное, с заглублением будут уже... 2,5-3-4 метра, в зависимости, в каких условиях мы ловим. С чего начать? Я бы, наверное, вот среди этих всех приманок выделил бы, может быть, 3-4 приманки, которые вот реально мои любимые. Первая приманка, наверное, это... наверное, одна из первых приманок, с которой я в свое время познакомился. Не первая, а одна из первых. Это, наверное, Longbill. Longbill 90 SP. Это суспендер. 9 сантиметров у него длина. Заглубление при троллинге, ну, по сути, даже можно заглубить и на 5, и на 6 метров, в зависимости от условий. Также этой приманкой можно ловить 2,5-3-4 метра. Смело. То есть, как правило, данную приманку... Вот цветов у меня много разных. Вот такой лимончик есть. Синенький. Вот тайгер. Вот уралочки. Данную приманку я использую при ловле судака или щуки на косах. На глубинах 2,5-3 метра, где-то так. Отличная ловит приманка. Ей можно ловить и в заброс. Она, кстати, летит немножко похуже, чем 60 SP. Шад 60 SP, который я вам показывал. Этот зелененький 6-сантиметровый. Лунг Био летит похуже, чем шадик 60 SP. Но ловит превосходно. И многие рыбаки данную приманку уже знают. И они, в принципе, особо ее, скажем, расхваливать, рекомендовать и рекламировать не стоят. Для новичков скажу, что вот эти две приманки... Сейчас еще раз покажу ту маленькую. Эти две приманки стоит иметь у себя, скажем, в ящике, в коробочке. Если вы ловить собираетесь на глубинах, скажем, ну, где-то 2-3 метра, то эти приманки, они, в принципе, наверное, одни из моих любимых. Это вот юзурики 60 SP и 90 SP. На Хардкор Шад 60 SP я особо реплик не встречал. А вот на Лунг Билл, значит, реплик довольно-таки много, значит, от разных производителей. В том числе есть реплика от Герман под названием Мавр. Данная приманка тоже неплохо ловит. Кстати, если сравнить крючки у оригинала и у реплики от Герман, то крючки на Мавре гораздо больше, чем, значит, у оригинального Лунг Билла. Возможно, сделали для того, чтобы данная приманка, ну, может быть, имела какую-то нейтральную половучесть. Не знаю, как бы еще не проверял. Ну, на этом не застрял внимания, поэтому не могу сказать. Дальше, друзья мои, ну, нельзя не показать, нельзя не сказать о приманке уже легендарной. Это Бомбер Лунг А24. 85, по-моему, у него длина или 90. Значит, сейчас посмотрю, где они у меня лежат. Так, вот такие приманочки интересные. И есть оригинал от Герман. В принципе, они особо ничем не отличаются. Идентичность, я бы сказал, что стопроцентная. Данных приманок у меня очень много. Так же, как и Юзуриков, Лунг Биллов и Шедов. В коллекции я имею очень много разных приманок данной модели. Как оригинал, так и, ну, есть у меня реплики от Герман. Вот, очень интересный цвет от Герман. И он реально очень сильно покоцан. Где-то у меня есть видео, где данная приманка ловит, ну, просто превосходно. Что у Герман, что у оригинала цветов много. То есть, разгуляться есть где. Дальше, друзья мои, наверное, хотелось бы окунуться в прошлое. И вспомнить приманку Deepcrank 65SDR, по-моему. От компании Цирюбита. Данная приманка в свое время, ну, была, наверное, моя одна из самых любимых. То есть, на нее была поймана масса, значит, судака и попадался даже сон. Но в самом, значит, у меня были такие воспоминания на сегодняшний момент не очень на данную приманку. Потому что, как, они воспоминания хорошие. Но именно на эту приманку крючочки очень слабенькие были. И вытащить сама ни одного я не смог. У меня было порядка, наверное, двух-трех поклевок судака я еще брал. Даже брал хорошего на эту приманку. Где-то в районе пяти килограмм, по-моему, самого большого я ловил. А вот сами просто разгинали. У меня тройники просто вот... Прям вот, можно сказать, как это называется... Прям вот в линеечку. И поднять сама я не мог. Данная приманка хорошо летит. Ей хорошо еще ловить в заброс. И она отлично ловит, скажем, судака. Возможно, у кого-то и щуку. Отличная приманка. Она есть в разных цветах. Сейчас я посмотрю у себя в ящике. Так. Здесь реплики сейчас я вам покажу. А я сейчас покажу вам где-то оригинал у меня был. Вот оригинал такой, весь покоцанный уже. И есть интересный цвет. Так. Он у меня здесь новый, наверное, должен висеть. Да, вот он. Вот такой цвет. В каком-то обзоре, если кто наблюдает постоянно за моими обзорами, я его показывал ранее. Данный цвет у моего шурина был весь побит. Весь в покоцках. Краски на нем прочти не осталось. И он вообще просто у него был любимчиком. Вот этот цвет отлично ловил. Вот какой-то вот как радуга. Вот. Я себе вот взял такого уже нового. Пока на него не ловил. Так. Где-то я еще что-то хорошее видел. Ну, вот этот цвет, я повторюсь, ловит всегда. У меня их. Челленджер от Strike Pro тоже отлично ловит. Она, конечно, на лонгбилл не сильно смахивает. Но все-таки, как бы, вот что-то такое лонгбиллское в ней есть. Это, как бы, самостоятельная приманочка. Но я бы не назвал ее репликой. Это не реплика совсем. Но вот Челленджер, про него я забыл. Данные приманки нельзя забывать. Реально очень ловистая приманка. И ее реально прям рекомендую. Следующую приманку, наверное, стоит показать. Стоит рассказать. Это приманка Deep Feature 75 мм. От компании German. Тоже реплика на Цирюбита. Цирюбита оригинал выглядит вот так. Это у нас Deep Shaker 85. Есть еще Deep Shaker 75. Сейчас посмотрю в ящике. Может быть, найду. То есть, это вот, значит, реплика от German. 75-я. А это чуть побольше оригинал 85-я. Вот такой белый цвет от оригинала. Тоже отлично ловит. Вот этот цвет рекомендую. Это Deep Feature, повторюсь, 85-й. 75-й тоже в таких же цветах. В белом, только исполнение ни разу не видел. В таком тоже есть. Отлично ловит. Вот в таком, где-то у меня лежит, а где я не могу понять. Вот такой синенький. Вот такой синенький. Черенький. Туда же я делал оригинал. Наверное, где-то лежит совсем в другой коробке. Так, значит, Deep Feature и Deep Crank я вам показал. Значит, Deep Shaker. Дальше, наверное, стоит обратить внимание на Раполовский воблер под названием Scatter Rap Tall Dancer 09. Это 90, значит, миллиметров 9 сантиметров приманка. Вот с такой седловидной лопатой. Приманка отлично ловит. Превосходно, я бы сказал, ловит. И данную приманочку стоит иметь у себя в коробке. Она идет отлично. Не вылетает. То есть, ровно идет. Не вылетает в сторону. А вот есть приманка Scatter Rap Husky. Просто, ну, Husky Jerk, короче. Только Scatter Rap Husky 13. Это приманка 13-12, по-моему, или 13 сантиметров. Значит, вот немного уже с другой седловидной лопатой. И вот с данной приманочкой у меня пока как-то не срастается. То есть, ну, ребята там, значит, ловят. У меня не срастается. Не могу ее разловить. И данная приманка при троллинге как-то немного идет неустойчиво, скажем так. Не моя любимая. По поводу седловидных лопат, наверное, как-то, наверное, можно отдельно. Потому что это, ну, своего рода немного такие своеобразные приманки, которые на течении могут вылетать. Не все идут они ровно. Где-то, значит, на озерах они ловят нормально, а на реках, ну, неустойчиво идут. Есть, значит, разные финские приманки. Значит, вот Лури Макс, по-моему, называется, как она, Стинка, да, Стинка. Вот. Ну, я Стинку не разловил еще. Значит, есть приманки под названием под брендом Северные мастера. Это приманки, которые делаются совместно, я так понимаю, с финнами. Приманка, значит, Скандилюр. Значит, это модель Джонна, 15-я. А это Сати или Сата, точно не скажу. То есть, вот эта седловидная лопаткой, это с прямой лопаткой. Это 14 сантиметров, это 15 сантиметров, если мне память не изменяет. Вот. Приманка, причем, по-моему, вот эта с прямой лопаткой заглубляется до 5-4 метров. Вот. Данная приманка с седловидной лопаткой, по-моему, идет где-то 2,5-3 метра. Но данную, вот эту приманку, Джонну, 15, можно таскать и по 3 метрам. Это уже большие приманки. Немножко перепрыгнул, значит, по размеру. Вернемся сейчас, может быть, к более маленьким приманкам. Значит, бомберочки показал, он им показал, дипфичеры, дипшекеры, значит, показал. Ну, теперь надо, наверное, обязательно показать еще приманку. Это ЕС, дипранер, дипранер 110-й и приманка седр, по-моему, как переводится, седло. Короче, седр, по-моему, да, седло. Ну, короче, седловидная лопатка. Есть в диповом исполнении 110-е дипранеры, а есть седловидная лопатка. ЕС и дипранер, это вот с такой, значит, лопаткой. Заглубляется до 5 метров. Превосходно ловит судака, щуку. Вот мои любимые цвета. Здесь, короче, вот в этом ящике те цвета, значит, которыми я люблю ловить. Видео о данной приманке я делал отдельное. Можно на канале посмотреть. Приманка очень-очень ловистая. Кстати, когда вот смотришь на данный воблер, на лопатку, думаешь, ёмазай, блин, что такое приклеили-то? Она вообще там держится или нет? Держится отлично, копает по песку, по камням не пробовал, но по песку копает нормально и превосходно ловит. То есть с лопаткой проблем никогда у меня не было. Отличная приманка. Прямо вот реально рекомендую. Так, друзья мои, следующую приманку, наверное, стоит показать. Это Юзури Кристал Миноу в диповом исполнении в размере 90. Приманка отлично ловит и, ну, опять же, стоит её иметь в своём ящике. Так, дальше. Котову Корду в 90-м исполнении, то есть 90 мм, вот такой банан. Тоже неплохо ловит судака и щуку. Коробочки, вот в ящике в своём постоянно увожу. Рефранер в 90-м исполнении, тоже вот этот бананчик. Они чем-то, кстати, похожи. Так, дальше. Мэнс. Ну, это приманка Раритет. Это Мэнс 10+. Если кто-то сможет найти, то прям берите, не задумываясь. Приманка отлично ловит. Просто уникально ловит. Мэнс, стрейч, 10+. Это тоже, по-моему, 90 или 85 см приманка. Так, наполею я в этом ящике уже сейчас. Что ещё показать? Давайте будем так постепенно идти, наверное. Приманка от рефранера. Как она называется? Не помню, как она называется по-по-по-по. По-оригинальному. В переводе это тощие ручки. Это серия 300. Как-то она на S как-то называется. Ну, короче, серия 300. Рефранер 300. Почему тощий я его прозвал? Потому что он вот такой вот тощий. Приплюснутая приманка. приманка суспендер превосходно-превосходно ловит судака вот видите здесь получше видно такой он реально приплюснутый и вот с такой выемкой на башке о нем я тоже где где-то делал обзор можно посмотреть видео на канале youtube приманку рекомендую так дальше здесь висит к садакой он дт в 110 исполнении тоже приманка хорошо ловит но это более уже диповая приманка так он белый уже показывал повесим большого размера приманки по-моему где-то 120 130 точно не помню это значит багли и ярма так это приманка багли с прямой вот такой лопаткой она идет где-то наверное ну три четыре до пяти метров можно загнать три тройника они отлично ловит имеет интересную игру и отлично ловит судака и щуку тоже багли этот ярма они похожи но немного отличаются по сути вообще на самом деле это багли и ярма но по сути это идентичная значит приманка только багли это американская приманка а ярма это финская приманка так это тоже ярма так это опять висят гудзу здесь и дип где крэнки гудзу и дип фичеры так но вот еще наверное дипер 5x можно показать это приманка от герман реплика по моему под под мегабас реплика под мегабас вот от компании герман мегабас стоит бешеных денег это вот реплика тоже так бомберочек берете кстати интересный это воблер в 08 а вот такой пузатик тоже ну скажем довольно таки редкая приманка нет не такая как бомбер он 24 но приманка вообще на самом деле довольно таки уловистая так это усами по моему гибрид какой-то крэнк так это цвета 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 цирюбит и гибрид крэнк что 5 это шадрап и от рапала так вот такой воблер у меня есть от cotton cordal ну вот и разловить я его не могу вот вожу его с собой интересный вроде бы но разловить не могу так ладно то что разловить не можем мы показывать особо не будем есть хорнеты у меня большая коллекция хорнетов это хорнет 5 есть 6 есть 4 хорнеты ловят превосходно превосходно любого белого хищника и их принципе это от сальма это производитель сальма и вот такие замечательные приманки данные приманки стоит иметь у себя в ящике сейчас я их у меня много так вот это хорнета уже хорнет 6 так ну вот они там еще два висят так бомбер коснулся я на бомбер бомбер fat freshad fat freshad и в диповом исполнении они есть с такой с маленькой лопаткой есть вот с такой большой лопаткой fat freshad и вообще просто тоже бомбически ловит и судака и щуку даже сама размером них разные просто подбираете под свои условия ловли данная модель по моему 60 или 65 сантиметров где то есть у меня друзья вот такая интересная приманка это от алексея значит частный мастер приманка называется отморозок больше данная приманка по красной рыбе но также ловит неплохо вроде бы и щуку и судака как поговаривает сам я ее пока не разловил но значит она у меня в коллекции такая присутствует очень необычная один у нее значит вот такой тройник на вертлюге я вот думаю может быть как-то попробовать даже и убрать его и сюда просто тройник подвесить не знаю вот такая вот интересная приманка это говорят очень уловистая там пока по красной рыбе так друзья мои халки вот такие малыши необычные с 3 метровой лопатой тоже неплохо ловят и порой выручают в определенных условиях тоже собой ты положу постоянно небольшая коллекция у меня из данных приманок присутствует так это сальма хорнет 5 так это американский мексиканские точно не помните и воблеры воблер из кедры от компании пелц или полос как-то непонятно я его заодно завод называют псами вот это вот такие псы пока мной не разловлены все про них забываю никак их нет нет довольно таки симпатичные приманки я не знаю сейчас они вообще продаются или нет бомбирочки 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 вот они в разном исполнении висят не помню точно как моделька называется где-то я их в обзоре показывал мы тоже иногда неплохо ловят у меня их небольшая коллекция так ну а это мегабас дипер x150 стоит конских денег просто вообще не под не подойди но ловит отлично вообще так ну дальше друзья мы это бэшады бэшад оригинал от бандит и воблер джи джи бандит в исполнении 90 приманки отлично себя зарекомендовали на меляках на трех метрах ловят просто превосходно цвета разные оригиналов не вот эти вот нравятся павлинчик 31 цвет chrome белый ходок от герман бронзы шпротина зеленый матайгер цветов у них разных много поэтому бэшад короче тоже рекомендую ну наверное еще наверное были сонг лонгбилл и его реплики значит это бальтазар от герман и от генезис вот такого плана приманки это от генезис бальтазара у меня под рукой нету но они идентичные также наверное стоит обратить внимание на приманку инквизитор от страйк про в размере 110 тоже можно ее использовать по глубинам до 4 метров 3-4 метра на два с половиной тоже наверное можно на коротке и и протаскивать если ловить троллингов заброс на 2 с половиной на два с половиной метра на двух с метров два два с половиной метров она отлично ловит от суёки есть приманка с небольшой вот такой лопаткой значит трех крючковая приманка 110 размере приманка дипломат есть еще приманки от малоизвестной фирмы это компания олта рыболов приманка бонга тоже при троллинге идет отлично фурнитура хорошая ловит неплохо щуку приманка читер тоже олта рыболов в размере 80 и 102 размер тоже отлично ловит при троллинге и неплохо ловит и судака и щуку это поменьше это побольше в принципе наверно под данный обзор больше подойдет вот это 80 на малых глубинах принципе можно еще провести воблер 3d crank от юзури в принципе данная приманка она ну не совсем под этот обзор подходит но принципе к четырем метрам вполне нормально три с половиной четыре метра данной приманкой можно ловить отличная приманка у меня такого вида такой модели довольно-таки большая коллекция приманки отлично ловит от суёки модель прима вот такой вот чудовый крэнк тоже иногда выстреливает и имеет право на жизнь скажем так ну и в завершение наверное я бы хотел показать приманки уже большого размера 125 и 150 это халкообразные приманки с трехметровой лопатой приманка агрессор она продается сразу с тремя лопатами 3 плюс которая сейчас стоит на ней маленькая такая лопатка 5 плюс и 8 плюс по умолчанию продается приманка с лопаткой 8 плюс но если заменить не полениться и поставить трехметровую лопату то данной приманкой можно ловить и но на двух на трех на четырех метрах и приманка не будет сильно рыть и отлично ловит трофейного судака и щуку также у агрессоры есть и модель 150 размером тоже она продается на сегодняшний момент с тремя лопатами 3 метра 5 метров и 8 метров по умолчанию всегда стоит восьмиметровая лопата сейчас я поставил трехметровую лопату я собрал себе сразу значит коробочку с трехметровыми лопатами это вот 150 видите петельку у него на морочке стоит и 125 у 125 петелька стоит на лопатке это вот трехметровой 3 плюс у агрессоров есть еще маленький 85 воблер очек он идет по умолчанию с трехметровой лопаткой и в комплекте у нее идет 5 метровая лопатка данный воблер ловит отлично щуку как заброс так и при троллинге судака иногда тоже он цепляет даже бывают такие моменты что судак его с 5 метровой лопаткой очень очень даже любит но с трехметровой лопаткой сколько я не пробовал я ловил отлично щуку щуку на глубинах два с половиной три метра с трехметровой лопаткой воблер идет довольно таки интенсивно с 5 метровой еще более интенсивный с 8 метровой воблер идет довольно таки ну плавно скажем так вот эту приманку ну реально рекомендую тоже повторюсь ей можно ловить также в заброс летит она не очень но в заброс на глубинах два там два с половиной метра данной приманкой можно ловить отлично оригинал стоит довольно таки сейчас приличных денег реплики стоят гораздо дешевле по сути в три раза наверное дешевле оригинал халки сейчас стоит там порядка на сегодняшний момент но не буду называть цифру потому что с долларом все связано и ну за 1000 рублей переваливает а то даже и ближе к полторашки реплики скажем от компании герман стоит в районе по моему 300 400 рублей по поводу если я вам показывал значит вот с такой лопаткой который воблер ныряет до пяти метров и есть 80 размер с седловидной лопаткой с такой который 88 сантиметровый воблер 80 миллиметров который отлично ловит игру разную разного хищника щуку судака даже жериха крупного окуня как на водоемов на водоемах без течения типа озера вот мы на вселуге неплохо на него половили тоже у меня видео на канале есть ну и на реках соответственно тоже приманка неплохо идет и по течению седловидной лопаткой воблер заглубляется где-то там два с половиной три метра вот в таком гиповом исполнении с прямой лопаткой воблер заглубляется до пяти метров ловить можно превосходно на трех на четырех на пяти метрах и так друзья мои ну на этом наверное все приманок реально разных много показывать и рассказывать можно много чего но к сожалению все в одном видео показать невозможно я сделал такой общий обзор по приманкам ну наверное от 2 до 4 метров в определенных условиях можно провести их и на более меньшей глубине если это вам нужно или на более глубокой глубине в определенных условиях можно ими ловить вот скажем если использовать их по течению вот данные приманки которые показал реально очень уловистые причем все которые показаны они все ловят и все приносили мне рыбу я постарался заострить ваше внимание на каких-то своих любимых приманках на каких-то моделях там цветах не знаю там цвета опять же разные в каждых условиях они ловят где-то даже не то что в каждых условиях сегодня можете ловить допустим зеленая приманка завтра будет ловить натуралка все зависимости от освещения от условий ловли от места ловли от водоема зависит поэтому цвета вы подбирайте себе сами могу сказать так мои любимые цвета это натуралки это какие-то кислотные цвета с красной головкой какие-то желто-красные зелено-желтые типа файтайгеров мотайгеров да что-то такое шпротины какие-то может быть синеватые с добавлением каких-то голубых оттенков да что-то такое как правило это хорошо работает по судаку красноголовики они хорошо ловят и на щуку и судака файтайгера мотайгера зеленого цвета вот скажем такого какого-то да они всегда в принципе всегда их нужно иметь у себя в коробке они в определенный момент нас выручают и ловят и щуку и судака очень даже неплохо белые вобблера если если вы какие-то с белыми оттенками увидели тоже как бы рекомендую с блесками так называемые битые стекла натуральные если мы ловим на небольших глубинах то очень часто выстреливают какие-то шпротины битые стекла натуралки какие-то серебристые или что-то даже такие знаете вот прям вот ну реально под какую-то рыбку зеленовато какие-то может быть такие болотные цвета коричневые цвета вот что-то такого плана на небольших глубинах можно использовать но в то же время иногда и выстреливают кислотники особенно по щуке на щуку легко спровоцировать каким-то кислотником вот повторюсь что на небольших глубинах лучше ловить заброс скажем когда глубина у вас полтора два метра он таких глубинах можно ловить заброс это даже будет на наверное даже будет эффективнее потому что вы мотором не пугаете рыбу а если глубины уже от двух с половиной там до четырех метров то там уже можно как говорится пройтись и троллингом все друзья на этом наверно все всем я желаю рыбацкой и жизненной удачи ловите больше отпускайте чаще и если youtube закроет перебирайтесь на яндекс дзен или в telegram также у меня есть группа vk везде в этих группах вы сможете увидеть мои видео с воды мои видео отчеты по приманкам по снастям также в группе vk на клуб дивера рыбалка с дивером можете в интернете на забить у нас подписчики группы делают свои отчеты с рыбалок и делятся теми приманками водоемами где они ловили рыбу